Привет! Меня зовут Макс Браун. В этом году я закончил школу и уже поступил в университет. Еще я веду свой видеоблог. Сегодня у меня 30 тысяч друзей в интернете, а все потому, что они любят мое творчество. Кроме того, что я снимаю видео, мне нравится заниматься спортом и путешествовать. Я веду здоровый образ жизни и уже давно сказал нет всем вредным привычкам, чтобы стать успешным, многого добиться в этой жизни. А вы со мной? Тогда вместе отправляемся в наш телепроект ОБЖ «Общество блогеров за жизнь». Этот проект о школьниках, которые выбрали здоровый образ жизни и сказали нет всякой гадости. Чем они удивляют, что для них в жизни главное и к чему они стремятся? Узнаем прямо сейчас. Многие путешествуют по различным странам и городам, посещают музеи, галереи и достопримечательности. А кто-то не перестает изучать родной город. К примеру, в Казани есть множество интересных мест, куда можно сходить. Вот ты когда-нибудь был на военном объекте? Нет? А в нашем городе, между прочим, есть несколько таких. Например, Казанский вертолетный завод. Иногда там проходят экскурсии для школьников. Знаешь ли ты, где собирают наши знаменитые боевые вертолеты? Недавно в небольшой группе молодых и любознательных учеников 55-й школы свои двери распахнул музей Казанского вертолетного завода. Вертолеты российского производства, изготовленные в Казани, суммарно налетали более 50 миллионов летных часов по всему миру. За всю историю своего существования КВЗ поставлял вертолеты в 100 стран мира, и их число достигло уже 12 тысяч. Буквально за час ребята узнали об истории вертолетостроения, а также о том, как проектируют эти летательные аппараты сегодня. Во время экскурсии представители завода рассказали школьникам о жизни и творческих успехах Михаила Миля. Музей был организован в 1972 году директором завода Ариста Федор Сергеевич. И вот начиная с 1972 года по сегодняшний день наш музей посетило около 80 тысяч. Очень много приходит школьников, студентов, и других людей разной профессии. Значит, молодые рабочие, которые устраиваются к нам на завод, они в первую очередь знакомятся с историей нашего завода здесь, в музее. Музей представляет полностью историю Казанского вертолетного завода, которая началась в начале 30-х годов, когда коллектив завода выпускал обозные детали, тачанки для Красной Армии. И по сегодняшний день, когда завод выпускает современную технику, такие как Ми-38 и Ансаб. Во-первых, мы показываем не только наш музей, мы проводим экскурсии в ряде цехов, показываем новые производства, технологии. То есть, можно сказать, проводим профориентацию для учащихся, которые оканчивают школы. И мы после того, как они проходят наши инструкции, мы просим, что после окончания школ, институтов, они приходили работать на наш завод. Эти школьники посещают подобные места уже не в первый раз. На каких заводах они только не были. И на каждом они узнают много нового и интересного, ведь не всем удается попасть на эти секретные объекты. Чтобы оказаться на территории предприятия, нужно пройти множество проверок и прослушать инструкции о том, как нужно вести себя на производственном объекте. После центрального входа на завод представлены три вертолета. Ми-14, Ми-1 и Ми-4. Я их тогда в жизни не видел. В принципе, они уже не в производстве и довольно-таки редкие. Экскурсовод, рассказ его очень интересный. И представлена, например, модель самолета, О-2. В принципе, тоже. Насколько я знаю, до этого ты тоже посещал пороховой завод? Пороховой завод и 22-й завод тоже посещал. Ну вот среди трех заводов, что тебе... Какой больше всего понравился? В принципе, 22-й завод, там представлены самолеты. Довольно-таки редкие. Есть даже экспериментальный самолет. Аналог Ту-160. Очень прородитель его. Кстати, это была не последняя экскурсия на вертолетный завод. В следующий раз работники музея пообещали сводить школьников в цех и показать, как собирают вертолеты, а также рассказать, где делают детали для этих винтокрылых машин. Между тем, казанские школьники в свободное время не только интересуются техникой, но и спортом. В последнее время в нашем городе появилось множество секций по боевым искусствам. Среди них становится популярным капуэро. Если вы думаете, что эти ребята уже родились со способностями прыгать с места на полтора метра и делать шпагат в воздухе, ошибаетесь. Это результат занятий капуэро. Капуэро — это похожий на танец бразильский вид боевого искусства, в котором используются преимущественно ноги, ну и, конечно же, элементы акробатики. Ритм во время тренировки задается традиционными музыкальными инструментами, в случае этих ребят — в бубном. Каждый желающий может прийти в вашу секцию? Конечно, каждый желающий. Дети у нас занимаются от 4 лет. Специальной физической подготовки не нужно. То есть к нам можно прийти абсолютно с нуля. Мы начинаем всегда занятия именно с базовой техники, ударов, ухода. То есть мы изучаем именно капуэро. В последнее время оно у нас очень развивается большими темпами. То есть как вышел фильм с Марком Кокаскосом, только сильнейший. В России у нас очень начал развиваться большими темпами. Сейчас в России около уже 10 лет именно капуэрой занимаются. Трудности есть, я думаю, что в любом виде спорта. Потому что кому-то даются какие-то элементы легче, кому-то сложнее. Именно сложно справиться с тем, что у человека не получается преодолеть себя и заставить себя именно заниматься. Благодаря этому виду спорта ты научишься взлетать не только над землей, но и над собой. А еще ты обретешь великолепную растяжку и накачаешь мышцы. А самое главное, получишь радость общения. Ну а если ты до сих пор сомневаешься в своем возрасте и способностях, выброси это из головы. Ведь на занятия принимают всех желающих. И скажу тебе больше, движение капуэра получается тоже у всех. Как ты считаешь, можно ли добиться успеха, имея только креативный подход и видеокамеру? Я могу с уверенностью сказать, что можно. Сейчас это даже модно. С каждым днем тех, кто снимает собственные ролики и выкладывает их в интернет, становится все больше. Эти люди – видеоблогеры. Именно о них я тебе и расскажу. Костя Павлов и Макс Брандт – видеоблогеры из Санкт-Петербурга. Популярными стали после запуска интернет-шоу «Вызов», где зрители присылают парням задания, которые те, в свою очередь, должны выполнить. Сейчас на их канале множество и других шоу, но несмотря на то, что Костя и Макс больших количеств выпускают ролики, у них есть время на занятия спортом. На канале Кости даже есть цикл передач «Фитнес с Костяночем», в которой герой программы показывает зрителям, как должны проходить их тренировки и дает свои советы правильного питания. Парни постоянно придумывают креативные проекты и удивляют зрителей новыми шоу. Поэтому все свое время они посвящают творчеству и активному образу жизни. В интернете становятся популярными социальные эксперименты. В основном они направлены на пропаганду здорового образа жизни. Сегодня я решил устроить собственный эксперимент в самом центре нашего города. Я буду обращаться к курящим людям с просьбой выкинуть сигарету. Как они отреагируют на это, узнаем прямо сейчас. Курить ведь плохо? Курить. Я уже 20 лет курил. Ну все равно, тут ведь люди ходят. Дети. Где дети? Тем более, тут еще закон ступил новый, 15 метров от здания нет уже тут. Нет, посерьезно, ну и там не будет тогда. Нет, ну мы же заботимся не о том, что там. Нет, выбросьте сигарету, потушите. Молодой человек, мужчин, выбросьте сигарету. Я докурил. Да не надо докуривать. 49 рублей стоят еще. Вот видите, вы еще и деньги тратите на них что ли? А если не курить, не тратим. Я бы на вашем месте выбросил. Вы знаете, мы же о вашем здоровье заботимся. Чтоб вы жили долго, были здоровыми. 70 лет я сам не буду. Ну это не важно, не важно. Сколько бы вы лет не прожили, мы о вас заботимся. Вот вы вот не докурили, ну выкиньте, выкиньте, растопчите. Зачем? Не надо докуривать. Давайте вот. Правильно, курну. Спасибо. 15 метров уже нет открыта. Отойти? Ну, во-первых, да, отойти хотя бы. Все равно. Давайте, да, в 15 метрах. И не курите, тут же дети ходят, правильно? Выкиньте сигарету, растопчите ее. Выкиньте. Выкиньте, не надо ее докуривать. Потушите. Вот, правильно, все, спасибо, молодцы, ребят. Курите? Нет. Ну вот за сигарету. Неужели? Ну смотрите, дети ходят. Неужели вот сложно взять, потушить сигарету? Сложно. Почему, скажите? Стаж. Стаж? А сколько лет? 40. А зачем натир? Почему? Восторг. О, я даже в вашем возрасте когда был, и то уже забыл. Ну это ведь неправильно, да? Да. Дядник снимаете? Да. Ну молодец. Выкиньте, пожалуйста, сигарету. Зачем вам это? Потушите. Ну не надо докуривать. Не надо, дети ходят. Потушите, пожалуйста, выбросьте в урну. Спасибо большое. Любой капли. Давайте, тушите, выкидывайте. Именно в этом? Конечно, вот тушите, выкидывайте. Не надо докуривать ее, тушите. Серьезно? Да. Вот, все, спасибо. На здоровье. На здоровье. Привет. Привет. Такие грустные, грустные. Да, ну вот смотри, куришь? Зачем? Ну, во-первых, это вредит тебе, а во-вторых, смотри, тут ходят дети, девушки стоят, а дальше, смотри дальше. Тушкурик. Видишь? Подожди, 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 выход, выход из магазина. Ладно, выход из магазина, видишь? Да. Сколько тут метров, не 15 явно. Пожалуйста, потуши сигарет сейчас, выкинь ее. Я закурю. Не надо докуривать, потуши, выкинь. Почему? А зачем? Ну потуши, выкинь. Нет. Мы просто видим, что не бегом, просто подходим к кофе, мы едем. Все выкидываются. Да, почему мы тебе не взять? Вот смотри, сколько там осталось. Ну, не докуривай, потуши ее. Блин, не надо докуривать. Подойди к мусорке, вот, потуши и выкинь ее. А, ну, просто сигарет. Не все, не все, не все. Не курился? Ну, давай, давай, выкидывай ее быстрее, не надо докуривать. Да, просто броси. Да, выкинь ее, и все, и растопчи. Все, ты молодец, спасибо. Давай, больше не кури, удачи. Каких только флешмобов не бывает. В основном они ассоциируются с множеством танцующих в одном месте людей. Но это не так. Есть и другие сценарии, по которым развиваются события флешмобов. Сейчас предлагаю посмотреть себе три самых необычных. КОНЕЦ 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 Если ты не менее активный, интересный и позитивный, не забывай отправлять свои фотки в Инстаграм с хэштегом «Время ОБЖ». Набирай наибольшее количество лайков и получай призы от известных спортсменов Татарстана. Сегодня мы узнали о самой интересной молодежи нашего города. Чем они увлекаются, чего хотят добиться и к чему стремятся. У них есть любимое дело и мечта. Ставлю им пятерку за то, что они ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом и четко идут к своей цели. До новых встреч в телепроекте ОБЖ. Если ты предпочитаешь активную жизнь, ведешь здоровый образ жизни, у тебя много классных друзей и интересных увлечений, то ставь лайки этому видео на моем канале. Присылай свои ролики, звони и отправляй письма мне на почту. И, возможно, о твоем хобби мы расскажем в следующем выпуске.